Герб Владивостока прошел долгий путь от панпезного и горделивого сурийского тигра на официальной геральнике Российской империи до сегодняшней чуть более скромной дикой кошки, опустившей хвост. Историки приписывают появление символики к заслугам тогдашнего геральдмейстера и секретаря русского географического общества с труднопроизносимым именем Бернгард фон Кёна. Именно он в 50-х годах 19 века начал выстраивать активную геральдическую политику. В 1871 году, когда сюда была переведена сибирская флотилия, город стал главным портом Восточного океана. И вот именно тогда на него начинается активная застройка города. И уже в 1875 году городу было дорого на городовое положение. На практике это означало для будущей приморской столицы возможность выбирать свое общественное управление, городскую думу и многое другое. Спустя шесть лет городской архитектор Юлий Рыго разработал первый герб города. К слову, на северной стороне Триумфальной арки, это как раз та, которая обращена прямиком к театру Горького, герб Владивостока по-прежнему просуется в первозданном виде. Автор поместил в геральдический, так называемый французский, щит зеленого цвета изображение золотого тигра с червленными глазами и языком, обращенного в правую сторону. Щит украшен золотой башенной короной с тремя зубцами. За щитом два перекрещивающихся золотых якоря, обвитых Александровской лентой. Двумя годами позже герб Владивостока утвердил лично император Александр Третий. Ну, позднее вы знаете, что город стал еще и столицей Триморской области, а позднее стал морской крепостью четвертого разряда. То есть, вот наш город, он настолько мобильный и живой, что может быть даже и благодаря такому правильно выбранному гербу, потому что герб это, ну, это второе имя. В новейшей истории России тема Владивостокской геральдики продолжает волновать умы горожан и чиновников. В 2011 году Московский союз геральдистов России даже предложил свое видение символа Владивостока. Они создали такой герб, который, по их мнению, сохраняет исторический облик. Кроме того, изображение коронованного щита герба можно увидеть на юбилейной монете. В 2014 году глава города Игорь Пушкарев утвердил изменение герба, приводящее его в соответствие с современными геральдическими требованиями. Но создание администрации Владивостока герб города до сих пор смотрит во всей своей славе. С башенной короной и якорями. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok